Привет! Давай продолжим изучать фишки Figma. Следующая у нас на повестке дня это функция PlaceImage, которая спряталась у нас в шейпах и сразу ее не заметишь. Что это за функция? С помощью нее ты можешь выбрать любые изображения со своего компьютера и быстренько вставить в уже существующие шейпы. Как ты видишь у меня появляется превьюшка изображения и количество этих самых изображений. Просто кликая я быстро заливаю этими изображениями сами шейпы. Еще есть одна замечательная функция в PlaceImage это без какого-то шейпа. Я просто постараюсь создать какой-то прямоугольник и он сразу же заливается нужным мне изображением. Эта фишка была очень крутая всегда и в некоторой степени до сих пор ее остается. Но с моментом ввода плагинов, с появлением Unsplash, Content Real и прочих-прочих плагинов, которые работают точно так же, но с гораздо большим объемом изображений, само по себе PlaceImage уже немного утратила свою актуальность. Конечно же продвинутые уже давно используют плагины. Но плагины это несколько другая история. Довольно часто ситуация, когда размер текстового блока несколько больше, чем сам текст внутри этого текстового блока. Как же быстро исправить эту ситуацию? Ну конечно можно взять вот так хоп-хоп, подстроить и все хорошо будет у нас теперь текст равен размеру текстового блока. Но есть более быстрый способ это двойной клик на границе текстового блока. В таком случае обводка быстро обволакивает сам текст. Контроль версии документов в Figma. Очень-очень полезная вещь. Чем-то напоминает гид, если ты с ней знаком. А если не знаком, то и ладно. Итак, контроль версии. Кликаешь на шеврон название своего документа. И здесь у нас есть Show Version History. То есть, тебе показать историю версии данного документа. И справа у меня появляются все изменения данного документа. Кем были произведены, кто менял, в какое время, какого числа и так далее. Очень удобно, если над проектом работает несколько человек. Ну, даже если ты работаешь сам и знаешь примерно с какого момента, скажем так, что-то пошло не так в твоем документе. Ты всегда можешь откатиться до этой версии. Просто кликаешь и ты видишь более старую версию документа. Чтобы вернуться к этой версии, так и кликаем восстановить данную версию. То есть, Restore this Version. Но я бы советовал не нажимать Restore this Version, а нажимать Duplicate. То есть, ты скопируешь данный документ именно с конечной точкой, которого будет, вот в моем случае, 20 апреля, 9 утра. Так ты себя оградишь от каких-то ошибок в последствии. Плюс у тебя всегда будет готовый дупликат твоего рабочего документа. А вот и моя уютная телега. Заходи по ссылке в описании, подписывайся. Здесь гораздо чаще публикуются разные полезности. Статьи, UI-киты, дизайн-системы. Опросы, которые помогают прокачаться в вебе и не только. В общем, тут полезно и интересно. Жду тебя в подписчиках. Ты всегда можешь открыть панели слева и справа. Для того, чтобы более внимательно осмотреть свой макет и чтобы тебе ничего не мешало. Делается это сочетанием горячих клавиш. Ctrl, Shift. Обратный слэш. У нас скрывается панель слоев. Просто Ctrl, обратный слэш. У нас скрывается абсолютно все. И ты можешь просматривать документ. Даже чуть-чуть менять его. И при этом тебе ничего не будет мешать. Недавно увидел замечательный трюк с булевыми операциями. Значит, есть у нас какой-то один объект, какой-то другой объект. Я их объединяю в Union. И в настройках самого Union ставлю угол скругления. Ну, скажем, 10 градусов. И теперь у меня получается вот такая вот тянущаяся интересная фигурка. При этом, обрати внимание, по-прежнему все у меня работает через Union. Надеюсь, такая фишка поможет тебе создавать какие-то уникальные объекты в твоем дизайне. Как ты знаешь, по умолчанию Figma двигает любой объект на 1 пиксель. Здесь 16. Я нажимаю стрелочку в сторону. Раз-два. Становится 14 пикселей. Если при этом я зажимаю Shift, то шаг увеличивается до 10 пикселей. Иногда это бывает неудобно. Особенно, если ты продвинутый дизайнер и работаешь по 8-пиксельной сетке. Поменять шаг движения твоих объектов можно в меню Preference в самом низу. Здесь ты можешь выбрать шаг просто по клику стрелочкой и большой шаг, то есть с зажатым шифтом. Можешь выбрать абсолютно любое значение. И поверь мне, твои объекты будут тебя слушаться и будут перемещаться на нужное число. Быстрый выбор объектов по каким-то стилям. У меня на канале уже был ролик, где я более подробно рассказывал об этих функциях. Но сегодня я упомяну о наиболее часто используемой из этих фишек. Кстати, ссылочка на тот ролик будет в описании. Находится эта функция вот здесь, во вкладке Edit. В самом низу, как ты видишь, здесь есть несколько разных параметров, по которым мы можем выбирать свои объекты. Но прежде чем что-то выбирать, мы должны выбрать какой-то объект. Давай я выберу вот такой голубой квадратик. Снова вернусь в Edit. И здесь у меня уже становится все активным. Так, я могу выбрать объекты с такой же заливкой. Допустим, хоп. И у меня выбираются все прямоугольники с такой же заливкой. Как ты видишь, здесь есть достаточно много разных возможностей. И сортировка объектов именно по цвету, лично в моей практике, является самой часто используемой функцией. И поэтому она попадает в данное видео. Иногда бывает такая ситуация, что объекты у тебя находятся на каком-то странном расстоянии друг от друга. У нас получается дробное значение в расстоянии. Как этого избежать? Ну, во-первых, прежде посмотри на сам размер твоего объекта. Возможно, именно объект имеет дробное значение ширины и высоты. Из-за чего, собственно, и получается дробное значение расстояний. Но если с объектом у тебя все хорошо, то самое время отправиться вот сюда, в правый верхний угол. И поставить здесь галочку напротив вот этой настройки. Snap to Pixel Grid. Хоба. Теперь, двигая объект, он всегда будет находиться на ровном расстоянии от соседей. Ну и в конце у нас не совсем такие фишки, а скорее не широко известные комбинации горячих клавиш. Первая из них это клавиши Shift X, которые быстро меняют местами цвет заливки и цвет обводки. Очень удобно показывать какие-то активные инпуты, эффекты наведения на кнопки и прочие элементы. И следующая комбинация горячих клавиш позволяет нам выравнивать объекты между собой. Это комбинация Alt V выравнивает по вертикали, то есть по сути заменяет вот эту пиктограммку. И комбинация Alt H выравнивает по горизонтали. По сути заменяет вот эту пиктограммку. На этом на сегодня все. Подписывайся на канал и встретимся на следующей неделе. Пока! Продолжение следует...